Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Более 100 тысяч скипасов продано в Красной Поляне с начала года. Чем довольны и недовольны лыжники, обсудили на краевом селекторе. Ставки сделаны. В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны. Оно может вместить до 2000 гостей. 142 малыша родились в Сочи в новом году. А год минувший стал рекордным. На свет появилось 8400 новорожденных. В Сочи приехали картингисты из разных регионов страны. Сегодня стартовал открытый чемпионат Краснодарского края. Более полумиллиона человек предпочли провести новогодние каникулы в Сочи. Гостиницы города в праздничные дни были заполнены практически на 100%. Особой популярностью пользовались горнолыжные комплексы. Их инфраструктуру в разгар праздников оценили премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Председатель правительства страны отметил, что Сочи действительно стал круглогодичным курортом мирового уровня и центром подготовки профессиональных спортсменов. Вся инфраструктура постолимпийского наследия привлекает сюда все большее число туристов. В прошлом году здесь отдохнули 6,5 миллионов человек. Ну и конечно это вносит существенный вклад в развитие региона. Доходы, которые поступают в бюджет Краснодарского края с территории Сочи с доолимпийского периода, то есть с шестого года, значит по настоящее время, то есть по шестнадцатый год увеличились в три с половиной раза. То есть на 350%. По словам Дмитрия Медведева, в лучшую сторону изменилась ситуация в гостиничном бизнесе. Сегодня номерной фонд Сочи рассчитан на 200 тысяч мест. И даже несмотря на значительное увеличение туристического потока, даже в пик сезона практически всегда можно снять номер. Однако сегодня есть необходимость дальнейшего развития курорта, отметил также премьер-министр. По мнению Вениамина Кондратьева, в первую очередь сейчас нужно работать над тем, чтобы отдых в олимпийской столице был доступен всем жителям страны. Курорт в Сочи должен быть доступен всем категориям граждан. И с высоким достатком, и с низким, и со средним. А сегодня мы говорим о том, что он доступен только для тех граждан, которые имеют высокий уровень финансовой обеспеченности и средний уровень. И сегодня, наверное, основная проблема, которая вызывает пленые нарекания и у жителей края, и у гостей города Сочи. И я думаю, что здесь ценовая политика сегодня ательеров должна быть более гибче. Заработать можно даже в межсезонье, сделав туры более дешевле и более доступней. А на сезоне, конечно, можно и зарабатывать, и хорошо зарабатывать. Не нужно обращать только на толстый кошелек. Нужно смотреть в целом на любых сегодня потенциальных наших отдыхающих. Также для дальнейшего развития курорта сегодня разрабатывают проекты соединения горнолыжных трасс и введения единого скипаса. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Более 100 тысяч скипасов продано в Красной Поляне с начала года. Такие данные приводит Министерство курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. И сегодня же на селекторном совещании с губернатором была затронута тема отдыха россиян в новогодние каникулы на Красной Поляне. Горный кластер в период новогодних и рождественских каникул посетила более 355 тысяч человек. Это и местные жители, и гости Сочи. Более 230 тысяч туристов размещались в гостиницах и апартаментах в различных районах города. Сейчас, когда в разгаре горнолыжный сезон, вся туристская инфраструктура, пункты питания и развлекательные объекты работают в штатном режиме. На территории горного кластера прошло 106 событийных мероприятий, что позволило привлечь дополнительное количество туристов. Во-вторых, это, естественно, открытие казино. Это тоже является своего рода дополнительным притяжением для людей в период межсезонья. Но, естественно, наши курорты, они не стоят на месте, они расширяются. Роза Хутор добавила три дополнительных подъемника. А это 24 километра новых трасс. В общей сложности в горном кластере Сочи работает 53 подъемника и 87 трасс протяженностью более 140 километров. В этом году наравне с уже существующими объектами общественного питания дополнительно были открыты еще 18. Это полторы тысячи посадочных мест в пунктах фастфуда. Несмотря на большое количество туристов, очередей или избыточного скопления людей удалось избежать. С учетом опыта предыдущих лет, работа основных туристских объектов, а также транспортное обслуживание отдыхающих организована максимально эффективно. Во время проведения селекторного совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал высокую оценку организации отдыха на каникулах в Сочи. Но, тем не менее, обратил внимание на ценовую политику бизнесу. Ее надо подкорректировать, чтобы жалоб от людей относительно дорогих кафе и сервиса вообще не было. Там четко и понятна позиция самих курортов. Курорты делают дорогие цены на аренду торговых площадей. Мы, в принципе, все, что можно, это называется товарная интервенция. Самое лучшее, конечно, это добиться того, чтобы курорты как можно больше давали мест для торговых площадей. И тогда будет конкуренция, она приведет цены. Потому что правильно было сказано Николай Александрович, что как раз наверху, там у нас исключительно монополисты являются сами курорты. Край посоветовал городу пересмотреть условия подписания договоров с курортами «Роза Ходор», «Газпром» и «Горкий город». Прежде всего, они должны прислушаться к рекомендациям администрации города относительно цен на тот же горячий чай и бутерброд высоко в горах. Грина Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Соблюдают ли сочинцы и гости курорта правила пограничного режима в пограничной зоне вдоль российско-абхазской границы? Проверили пограничники. И только за последнюю декаду декабря было выявлено порядка 200 нарушителей. Все они выдворены за пределы пограничной зоны. Большую часть правонарушителей составили выходцы из стран Центральной и Средней Азии, въехавшие в пограничную зону с целью поиска работы, либо уже трудившиеся в приграничных поселках. Все они привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил пограничного режима». Всего за прошлый год в пограничной зоне выявили порядка 2500 нарушителей. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям Сочи, что большая часть территории между реками Мзымта и Псоу слева от участка автомобильной дороги М27 Сочи-Сухум является пограничной зоной. В нее входит часть Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. Кроме этого, южный склон хребта Аибга в районе поселка Эстасадок, ниже оборудованных горнолыжных спусков известных курортов, также является пограничной зоной. Таким образом, для пребывания там, в пределах 5-мм полосы от российско-абхазской границы, наличие пропуска строго обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административное выдворение и штраф. Задачи на год, поставленные на первой краевой планерке, Вениамин Кондратьев обозначил основные направления работы в 2017 году. Каждому своему заместителю глава региона раздал конкретные поручения. Это и улучшение услуг ЖКХ, строительство школ, предоставление господдержки фермерам, развитие курортов. Впрочем, как отметил губернатор, озвученный план работы касается не только краевых чиновников. Мы одна огромная общая команда. Поэтому задачи, которые стоятся перед замами губернатора, значит, тут же их проецируйте на свои блоки. Я еще раз обращаюсь к коллегам из краевого центра, из краевой администрации, министерств, департаментов и коллегам глава муниципальных образований. Сейчас не будет стоять задачи для них и для вас. Задача стоит для нас, все вместе. И сразу должно быть понимание. Конечный итог этой задачи – улучшение качества жизни населения. Все, друзья, других итогов и других целей я не вижу. Также на планерке Вениамин Кондратьев поблагодарил всех за работу в новогодние праздники. Выходные прошли без серьезных ЧП и происшествий. С задачей обеспечить в край безопасность и спокойствие во время праздничных каникул все справились на высоком профессиональном уровне, отметил губернатор. В Сочи открыли казино новой горной зоны. Первая казино и горной зоны «Красная поляна», которая разместилась на территории горнолыжного курорта «Горки-город», единовременно способна вместить до 2000 человек. В состав нового развлекательного комплекса он уже получил название «Сочи-казино и курорт». Входят казино, два ресторана, бар, банкетный зал, театр, кабаре, конференц-зал, а также бутики. Площадь казино составляет около 32 тысяч квадратных метров. Здесь установлены 569 игровых автоматов и 70 игровых столов. Отдельно обустроен покерный клуб с 10 столами, сообщает российская газета. Ежегодно казино будет направлять в бюджеты всех уровней не менее 500 миллионов рублей. Появление нового тур-объекта создало 1154 рабочих места. Около 7% сотрудников – профессионалы горного бизнеса, индустрии развлечений из-за рубежа, которые работали над крупными проектами в Монте-Карло и Лас-Вегасе. Основная же часть штата – это жители разных регионов России. Кстати, более 30% команды составляют сочинцы. Первые дни работы позволили проанализировать и аудиторию нового комплекса. Здесь были туристы из большинства регионов России, а также из-за рубежа. Наиболее популярными играми у них были «Блэк Джек» и «Русский покер». По прогнозам экспертов, только за первый год работы казино количество посетителей в горном кластере Сочи увеличится на 25%. Далее же рост может составить 50-60%. Расширится и география гостей города. Ожидается увеличение турпотока из Турции, Ирана, Китая, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Открытие прямого авиасообщения «Сочи-Берлин» перенесено на февраль. Об этом сообщает ТАСС. Вылет первого рейса из столицы Германии на российский курорт, который должен был состояться 8 января, отменен по решению авиакомпании «Кондор Эрлайнс». По решению авиакомпании рейсы перенесены на февраль, отметили в аэропорту Сочи, не уточнив причины переноса срока в начало полетов. Немецкая авиакомпания ранее планировала осуществлять еженедельные международные полеты из столицы Германии в Сочи с 8 января до 26 февраля на воздушных судах А-320. Открытием новой линии также намерен был воспользоваться горнолыжный курорт «Роза Хутор», который впервые разработал туристические пакеты для зарубежных туристов, включающие перелет по маршруту Берлин-Сочи. Стоимость недельного тура с прямым перелетом для европейских туристов начиналась от 879 евро на человека. Сейчас в рамках зимнего расписания аэропорта Сочи осуществляются регулярные международные рейсы в Ереван, Стамбул, Актау, Душанбе и Ташкент. И к другим событиям. Богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в преддверии выходных в православных соборах и храмах. Жители края в Твиттере поздравил с праздником Вениамин Кондратьев. Губернатор пожелал счастья и теплого празднования. В ночь на 7 января Вениамин Кондратьев посетил Свято-Екатерининский кафедральный собор, где отстоял службу вместе с прихожанами. Богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в 480 соборах и храмах Краснодарского края. В них приняли участие более 300 тысяч человек. 142 малыша родились в Сочинском перинатальном центре в Новом году. Что касается года минувшего, то он стал рекордным для Сочи на свет. Появились 8400 новорожденных. Для сравнения, в 2015 году их было 7777. О том, кто самым первым родился на курорте в новогоднюю ночь, следующий материал. Рождение каждого из этих детей стало настоящим чудом. По разным причинам, начиная с очередности появления на свет. Первым стал малыш, который оказался первенцем в семье. Второй – вторым ребенком у мамы с папой. Третий младенец, соответственно, третьим в семействе. А четвертая девочка стала долгожданным подарком для Натальи Синенко, ее мужа и троих сыновей. Ждут вообще, не дождутся. Там сестренка с Реней, так вообще. Мама, когда? Все новорожденные в своих первых новогодних костюмах в белокрасных конвертах и шапочках. Эти наряды – традиция перинатального центра. Есть и другая. В первый день года малыши и их мам навещает глава Сочи Анатолий Пахомов. С подарками. А от Лиги женщин «Мост добра» подарки уже для специалистов перинатального центра. Высокотехнологичный японский аппарат для скоростного и точного анализа крови. Позволяет за три минуты обработать 150 проб. А вообще за 8 лет сотрудничества с врачами эта организация передала в дар более 15 единиц современной диагностической и лечебной техники. Именно такие дары помогают максимально снижать младенческую смертность. Вот и пример. Пятая девочка, родившаяся в первые часы Нового года. Масса критическая – 870 граммов. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, он же акушер-гинеколог высшей категории, сам провел операцию. «Сегодня мы создаем, и у нас есть такая возможность в нашем перинатальном центре, в Сочинском, создать все условия, которые приближены к утробе матери. И перинатальная смертность минимальная». Для Светланы Роговой роды ее третьего ребенка также наступили раньше, чем она предполагала – почти за новогодним столом. Но ситуация ее искали не выбила. «Салаты, столы, все хорошо. Новый год спраздновали и поехали. И вот приехали в 5 утра». Светлана говорит, что не особенно волновалась, потому что доверяет врачам. В профессионализме специалистов перинатального центра уверен и глава Сочи. «Замечательные кадры, хорошие люди, самое это главное. Ну и, конечно, оборудование, которое сегодня позволяет это все реализовать. Наши горожане, наши мамочки, они верят в будущее, в хорошее будущее и рожают, потому что они уверены в том, что все будет хорошо». Если в 2015 году в Сочи число новорожденных состояло из четырех счастливых семерок – 7777, то по итогам 2016-го цифра не такая эффектная, но выразительная – 8400 малышей. Для сравнения, 8 лет назад она была почти в два раза меньше. Что касается следующего года, то он принесет другое качественное изменение. Будет введен в эксплуатацию новый перинатальный центр. В рубашке родился мотоциклист, пострадавший в аварии на Рождество. Вечером 7 января произошло ДТП на Курортном проспекте. В районе санатория имени Рджоникидзе столкнулись мотоцикл и автомобиль. Мотоциклисту оказали медицинскую помощь. К счастью, он не сильно пострадал. Байкеры разыскивают очевидцев ДТП и записи с видеорегистраторов. Но, видимо, праздники не для всех прошли даром. В интернете, в одной из соцсетей, сегодня появилось видео обнаженного мужчины, идущего вдоль проезжей части на улице Донской. Видно, что мужчина не реагирует на проезжающие мимо машины и упрямо бредет по намеченному курсу по направлению к новой заре. Причина такого поведения осталась за кадром. Завтра в Сочи стартует традиционный конкурс веселых и находчивых. Международный фестиваль «Киевин-2017» пройдет на курорте с 10 по 23 января. В этом году уже 28-й по счету фестиваль команд КВН снова пройдет в центре города. Просмотры пройдут в отеле «Жемчужина». Первый тур фестивального конкурсного просмотра команд состоится уже 11 числа. Свои заявки на участие в зимнем фестивале подали 640 команд. Это веселые и находчивые не только из разных уголков России. На фестиваль приедут юмористы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также Германии, Великобритании и других государств. В рамках фестиваля состоится отбор команд в официальные лиги Международного союза КВН, а также школы-семинары, редакторов и журналистов. Гала-концерт фестиваля пройдет 22 января в Зимнем театре. Продолжаем. Юрий Башмет устроит в Сочи специальный концерт для детей. Десятый юбилейный зимний фестиваль искусств пройдет на курорте с 15 по 26 февраля. Впервые организаторы подготовят программу и для маленьких зрителей. Совместно с Литературным музеем для младших школьников подготовили мероприятие «Пишем перьями стихи». А еще литературный квест «Загадки и премудрости русского языка» для учащихся средних и старших классов. Литературная программа пройдет 18 февраля. Еще один подарок маленьким ценителям – сказка для детей и взрослых с оркестром. Покажут ее в концертном зале «Роза Холл» 21 февраля. Морозные узоры в южной столице. Впервые сразу после новогодних каникул проходит открытый турнир города Сочи по художественной гимнастике. Начало года – не вполне традиционное время для проведения соревнований по художественной гимнастике. Между тем, морозные узоры собрали порядка 300 участниц из Москвы, Ростовской области, Северной Осетии и Сочи. Здесь как опытные спортсменки, так и совсем юные гимнастки, выступающие по индивидуальной программе. Требования с этого года изменились, да и система оценок стала более сложной. Правила соревнований сейчас более усложнились. То есть, конечно, поменялись сейчас оценки, больше артистизма. Более маленькие детишки, конечно, выполняют более сложные элементы. Ну а старшие тоже выполняют в два раза быстрее элементы. То есть риски должны, конечно, они выполнять более сложнее, чем раньше было. Сложных элементов в программе опытных гимнасток немало. Выполнять их непросто, особенно в групповом выступлении. Здесь самое важное, говорят воспитанницы сочинской школы, чувствовать друг друга, работать на общий результат. Недавно у нас были очень хорошие старты. Мы заняли первое место. Были очень сильные команды. Но после Пензы «Надежда России» нам уже не очень страшно. Мы должны делать все одновременно. Мы должны работать как одно целое. Ну, это сложно. Жюри, в свою очередь, оценивает мастерство движений, владение предметом и, конечно, синхронность исполнения упражнений. Впрочем, совсем юным гимнасткам пока не нужно жонглировать, ловить булавы и прыгать на скакалке. Достаточно четко и без ошибок выполнять определенный набор элементов. Главное, они могут видеть, каким может быть их выступление и понимать, сколько нужно над этим работать. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи приехали картингисты из разных регионов страны. Сегодня стартовал открытый чемпионат Краснодарского края. За рождественский кубок поборются как взрослые спортсмены, так и юные пилоты. Перед стартом соревнований готовятся не только водители, но и техника. Ведь даже мельчайшие неполадки в болиде недопустимы на трассе. Поэтому перед показательными заездами проходят тренировочные. Сегодня на Сочинский картодром вышли болиды четырех классов. На мини гоняют и победители прошлогоднего чемпионата России. Московскую команду представляют пилоты 8 и 10 лет. Заезды Рождественского кубка считаются отличной подготовкой для участия в масштабных турнирах. Картингисты отмечают, что Сочинская трасса – одна из лучших в России. Соревнования очень важны для раската к летнему сезону. Это традиционные соревнования и уникальные, идеальные погодные условия. Только Сочи обладает таким климатом в России. Но даже несмотря на сравнительно теплую погоду, участники отмечают сложность трассы. Сегодня она была мокрая, на ней много резких поворотов. Поэтому выжать максимум из карт машины не всегда удается. Пилотам предстоит тяжелая борьба за первое место. В чемпионате Краснодарского края участвуют около 40 спортсменов. Дети, самые маленькие и взрослые, соревнования будут проходить два дня. Сегодня будут ездить дети, а завтра уже взрослые. Юным картингистам нужно преодолеть 7 кругов, взрослым 12 и набрать максимальное количество очков. Завершится чемпионат во вторник. По итогам соревнования победители наградят кубками и медалями. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.